Микс Ньюс. Итоги 2019 года. Мировые события. События, люди, явления, как говорит Леонид Парфёнов в своей программе «Намедни». Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжается итоговый марафон, он продлится ещё много часов. Подводим итоги. Вот, итоги продолжаются, а ведущие сменились. Анна Смирнова. Да, и Андрей Лешкевич сейчас в студии. Здравствуйте. Непривычно тебя, Аня, в студии. Не с твоим соведущим, а со мной. Ну да, вот сегодня мы так разрушаем. Под конец года. Рамки. Стереотипы. Да, ну что, мы подводим мировые итоги года в этом части, ждём ваших звонков, потому что вот в этом году мы обсуждаем не с экспертами, как мы традиционно это делаем, то есть мы в известной мере тоже эксперты, но всё-таки мы такие как бы новостные эксперты, потому что мы весь год держали руки на пульсе и знаем просто чисто по фактам, что сколыхнула общественность мировую, в том числе в наибольшей степени. Вот, а в первую очередь мы ждём мнений и высказываний наших радиослушателей. Аня Смирнова телефоны прямого эфира сейчас назовёт. Да, назову телефоны прямого эфира, уважаемые радиослушатели, вы можете подключаться к нам и писать нам в WhatsApp, кстати, 2-3-0-6-1-9-1, это номер WhatsApp, и телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Мы сегодня говорим об итогах года, и, кстати, вот интересно так вспомнилось мне, вчера слушала нашего коллегу из Ирана, журналиста, и он рассказывал о том, что в Иране сейчас 1397 год идёт, и итоги года они будут подводить только... Или они убежали вперёд? Ну, у них другой календарь, и они поэтому, да, немножко в другом мире живут, и итоги года они будут подводить, я просто так задумалась. Мы подводим сегодня, то есть завтра у нас Новый год, а они будут подводить в Марсе, потому что Новый год у них весной, как правило. Ну, а Китай, соответственно, тогда в феврале, если не ошибаюсь. В феврале, да. Таким образом, да. Ну, всё же, не хочу тут европоцентризмом заниматься в эфире, но, да, наверное, в большей или меньшей степени весь мир, я думаю, кто-то украдкой и в том же Иране, знаешь, так... Отмечает нет-нет, да, отмечает. Отмечает нет-нет, а подводит итоги какие-то всё-таки года. Ну, что у нас? Да, мы с вами хотим подвести сегодня итоги. Мы представили вам пять мировых событий. Да, у нас на MixNews до сих пор проводится опрос, и вы можете ещё в нём поучаствовать, потому что окончательные итоги мы подведём уже в первые дни Нового года, вот на следующей неделе, а пока опрос продолжается, ну, что у нас там? Да, мы познакомим вас в том числе и с результатами, и обсудим эти события сегодня в рамках нашего эфира. Ну, по порядку я расскажу, какие у нас, какие были представлены события, да, это одно из первых, это украинский народ выбрал президента Владимира Зеленского, выступление коактивистке Греты Тунберг на саммите ООН по климату, такое значимое событие, политический кризис в Венесуэле также мы выбрали, как одно из таких ключевых событий уходящего года, протесты в Гонконге, протесты в Москве, в том числе это уже отдельное, да, два вот, две позиции. В Венесуэле, в принципе, тоже. Ну, Венесуэле тоже в виду, да, это очень такой феномен, можно сказать, протеста 2019 года, конечно, да. Ну, мы ждём ваших звонков, уважаемые радиослушатели, мнений в том числе, может быть, какое-то другое мировое событие 2019 года вам запомнилось. Да, это, конечно, без проблем, и мы сами в конце обсудим, мы выйдем, скажем так, за рамки этих пяти, потому что этим, конечно, не ограничиваются главные события. Ну, а теперь мы вынесли, то есть, ну, да, пожалуйста, рассказывайте, чем вам запомнился 2019 год в мировом масштабе. Если вы хотите рассказать, то можете рассказать, чем он запомнился вам лично, может быть, у вас самих что произошло, а что-то, возможно, и пересекается с мировым событием. Например, кто-то был на протестах в Венесуэле. Может быть. Я, например, считаю... И сделал там предложение, например. Кстати, да. Между прочим, наши радиослушатели отмечали, вот наши коллеги проводят эфир сегодня с 8 утра, и наши радиослушатели отмечали то, что очень мало каких-то позитивных событий, хочется поговорить о позитиве в контексте приближающегося Нового года. Давайте о позитиве вспомним в том числе, потому что, наверное, есть у нас и мировые новости. Я, например, вот считаю, что к тем событиям, которые мы уже прикрепили на нашем сайте, можно в том числе добавить и годовщину 30-летия падения Берлинской стены, например. Потому что я вот как раз пару дней назад была в Берлине, и вот это ощущение... Падения. Ощущение созидающего города, я думаю, считаю, что это очень такой важный символ свободы, конечно. И 30-летняя годовщина тоже как символ, такой символ освобождения, символ свободы, символ единства и созидания. Наверное, в этом смысле позитивная новость. Вообще годовщины, мы их тоже затронем, но как показывает именно этот год, 89-й год, кстати говоря, год моего рождения, небольшой каминг-аут, он, видимо, был, по всей видимости, очень знаковым, потому что очень много годовщин сегодня отсылают к именно 80-му году, например, Балтийский путь мы отметили, 30-летие. Тоже такая созидающая история, объединяющая людей. Очень, абсолютно. Одна из самых позитивных вообще в новейшей истории Латвии. Поэтому, да, можно сказать, что 30 лет назад было тоже горячо, как в 2019. Но я вообще, когда думал в целом, опять же, о прошедшем годе, и вообще думал о нашей рубрике, у нас такая самая глобальная рубрика, мы вообще никаких границ не придерживаемся, да, вот буквально космические у нас масштабы. Если говорить о космосе, кстати, то этот год снова стал в порядке освоения космоса, тоже довольно знаковым. Вот, например, по версии одного авторитетного научного издания, сейчас вылетело из главного названия, самым большим научным, скажем так, прорывом было названо фото так называемого горизонта событий черной дыры. Ну да, это не фото черной дыры, это изображение. Изображение, да, изображение, ну я, как человек эпохи айфона, любой снимок воспринимаю за фотографию. Да, говорили мы об этом с нашими астрофизиками, в том числе с нашими гостями, они также отмечают это. И ведь обратную сторону луны тоже сфотографировали. Да. Ну это космическим таким историям, потому что это тоже всегда интересно. Ну и одно имя Илона Маска, оно уже сразу говорит само за себя. Да, который подарил машину Лукашенко, как известно. Да, это, кстати, по-моему, было в прошлом году. Подарил, да не подарил. Мне кажется, в этом, ну да. Ну тем не менее, да, вот. Он ответил, оу, ноу, или что там было у него в твитке. Да, оу, ноу, так и ответил. Вот, и еще я когда думал, я не знаю, может быть, согласишься ты или нет, в принципе, пытался как-то понять, чем для меня стал вот 2019 год, и мы не с вами наподвоим итоги еще декады. И мне показалось, что это все-таки мы уже так очевидно вступили в эпоху такого интернет-мышления во многом. То есть в эпоху публичного сектора, потому что многие из этих пунктов, которые мы вынесли в итоге, например, ту же Гретту, это все во многом благодаря, ну так называемому хайпу, слово не 19-го, а, наверное, 17-го года. Ты понимаешь, в чем я, да? Да. Понятие хэштега и прочего, это вещи, которые стали намного более влиятельны, чем там слова, скажем, сказанные с трибуны. У меня такие ощущения. И по интересному совпадению, вот есть очень такой резонансный, авторитетный, это награда человека года по версии журнала Time. Да, и Гретту стала известной. Да, и самое интересное, знаешь, кто стал Человеком года первым в этой декаде, в 2010 году? Марк Цукерберг. Вот, и это очень символично, что вошли мы в декаду Человеком года Цукербергом, и действительно это было очень, как сказать, пророчески, что это действительно эти 10 лет прошли под знаком Фейсбука, вот, и заканчивается все Гретой, которая вот тоже во многом в эту вот какую-то тенденцию встраивается. Да, но это очень интересно, действительно, возможно, такой революционный в каком-то смысле в плане интернета, в том числе год. Также мы об этом говорили, что постепенно интернет, многие считают, что постепенно интернет вытесняет телевизор, и об этом говорится сейчас тоже активно, и в том числе, да, все эти события становятся известны нам в более таком широком смысле тоже благодаря интернету, да, ну и опять же, Гретта Томберг, и протесты, которые мы можем наблюдать. Да, практически все, на самом деле, все эти вещи можно так или иначе связать с влиянием интернета. Ну вот, первый звонок, давайте, да. Доброе-доброе утро. Еще раз здравствуйте. Еще раз, ну для нас просто здравствуйте, да. Да, для вас просто здравствуйте. Что-то как-то фоните вы у меня сегодня. Извините. Попробуем не фонить. Не знаю почему, плохая какая-то связь. Но суть в чем, значит, для меня лично события, связанные с Россией, прежде всего, это и Сирией, и установление мира в Сирии. Да, источник. Осталось добить, добить там чуть-чуть, в Идлибе они их добьют, куда они их высылали на пару с Турцией. То, что Россия с Турцией сумели договориться при всех своих противоречиях, при конфликтах, сумели договориться и решили этот вопрос. Сирийские прекратили деятельность террористического государства, является, я считаю, вообще уникальным событием. И оно благоприятно влияет в том числе и на Европу, и в первую очередь на Европу, потому что прекращается поток беженцев. Асад никуда не ушел. Знаете, такое есть проклятие Асада. Асад должен уйти. И потом зачеркивают политиков, которые говорили, что Асад должен уйти. Его доставало совсем чуть-чуть. Значит, поражение, пожалуй, геополитической России, это то, что продавили Газпрову, этот Северный поток. Ну вот буквально. Продавили транзит через Украину. Ну это полное политическое, геополитическое поражение Газпрома. Но связано оно, по моему мнению, с не очень чистыми на руками менеджерами Газпрома, потому что непонятно, как они там заключали договор, зачем им вообще нужен транзит через Украину. Об этом никто не может сказать внятно. То есть нет никаких объективных причин, почему Газпром отказывается продавать Украине газ на границе. Это их поражение. Но ничего, они этот вопрос разрулят. И уход США из многих сфер влияния, уход США из Сирии, уход США из Афганистана. Правда, в Латинской Америке США и Россия, Китай один-один. В Боливии удалось свернуть президента. В Венесуэле, значит, отстоял Мадуро. Китай с Россией помогли ему удержаться в власти. То есть там один-один. А что жду от Нового года? Знаете, очень жду начала избирательной кампании в США. Я думаю, что всплывут и вылезут из табакерки такие черти, в том числе связанные с Боингом MH17, сбитым на Украине, что... То есть скучно не будет? Скучно точно не будет. Они там уже дошли, по-моему, до крайней степени ожесточения и готовы вытащить на весь свет Божий такие факты, которые напрямую будут вредить геополитическому положению Соединенных Штатов Америки, но они уже, похоже, там не могут исполнить. Спасибо вам. Очень подробный анализ. Импичмент Трампа, который был в декабре инициирован в отношении него, тоже можно отнести к такому знаковому событию. Не знаю, насколько это событие может лидировать среди наших слушателей, но оно было и, кстати, наше время слушателей. У нас не было оно вынесено, но Трамп стал третьим президентом, который подвергся импичменту. И все-таки, конечно, окончательное решение принимал Сенат, который контролируется республиканцами, как известно, поэтому Трамп сохранил свой пост, но тем не менее осадочек остался. Ну что, пробежимся по именно нашим позициям, вот я думаю, от меньшего к большему в плане голосования. Начнем мы с протеста в Москве, да. С Голунова начнем, да. Вот 7% наших читателей, читателей сайта Микс Ньюс отдали свои голоса в пользу ареста журналиста Голунова в центре Москвы и последующих акциях. В пользу ареста журналистов. Ну, в смысле, да. Ну да, это понятно, это на событии. С счастливым концом, кстати, что протесты привели к реабилитации полной освобождению. Да, но вообще в целом надо сказать, что московские протесты проходили довольно мощно в этом году. Не только связаны, там они связаны были с выборами в Мосгордуму, в первую очередь. Не зарегистрировали кандидатов оппозиционных, ввиду этого тоже начались такие массовые акции. И появилось понятие московского дела. Только, казалось бы, поутихлое, наверное, российские оппозиционеры обидятся, если я скажу болотное дело, оно не поутихло. Ну, оно тянулось все эти годы, все десятилетия. Теперь вот новое дело пошло, такое длительное, долгое, это московское дело. Что можно сказать по-голуновому? Это, конечно, резонансно, особенно для России. Ну, для нас это тоже резонансно в силу близости, наверное, России, каких-то тенденций, которые у нас повторяются. Хотя мне всегда было интересно, и в рамках этого дела тоже я об этом подумал, что оно ведь почему во многом было резонансно, одна из грани этой истории в России, потому что в России уже давно говорится и обсуждается неправомерность действий правоохранительных органов, в том числе связанные с наркотиками, так называемые нарко-статьи это называется. То есть когда, якобы, опять же, как это представляется, правоохранительные органы используют наркотики для того, чтобы использовать их как повод для возбуждения, например, уголовного дела. И в связи с этим доверие, я так понимаю, что и опросы это показывают, к правоохранителям российским, в том числе к полиции, они на очень невысоком уровне, потому что наша полиция нас бережет, здесь как бы не употребляется редко. Сомнительные, да. Сомнительные. Ну, к чему, простите, пожалуйста, я это вел, потому что у нас в России, в силу того, что мы соседи, у нас очень многие проблемы похожи. Если говорить о дорогах, то, опять же, можно об этом спорить, кто-то говорит, что в России дороги лучше даже, кто-то говорит, что хуже. Да, но они так или иначе и там, и там с проблемами. С изъянами. Явными, с изъянами, да. Но вот что касается полиции, у нас как будто международная пропасть, потому что по-нашему, вот у нас каждый год проводят опросы доверия к государственным институтам, да, полиция всегда на первом месте у нас. То есть у нас полиция, наоборот, невероятное доверие, редко слышу какую-то вот критику. Есть критика к спецслужбам, это отдельная история, там есть политические дела и всё такое. Что касается вот такого более бытовой защиты, то у нас вот здесь такая очень большая разница. Если в России вот действительно доверия совсем нет, то у нас полиция очень доверяет. Интересно. Ну, этот год, как мне кажется, в очередной раз обнажил вот эту жестокость, неоправданную жестокость силовиков в отношении людей. Это, кстати, не только в Москве, но если сейчас мы говорим о Москве, но и другие протесты массовые, да, мы поговорим о Венеселии и Гонконге. Ну, сейчас мы в рамках Голунова говорим, да. Да, ну, дело Ивана Голунова большой резонанс вызвало, конечно, и в Латвии в том числе, да, мы всё это обсуждали, потому что, так как Иван Голунов является корреспондентом «Медузы», которая базируется здесь, как раз в Латвии, да. Далее, кстати, было дело Павла Устинова уже, тоже, опять же, задержание актёра, тоже неоправданная жестокость со стороны силовиков, там его с такой помпой задерживали, с дубинками, положили в асфальт и так далее, то есть, опять же, потом обвинили его, позже, кажется, Павлу Устинову дали условный срок, если говорить про Ивана Голунова, то его оправдали, не нашли вины в его действиях, да. Ну, вот, да, наверное. Ну, и Серебренников вышел с домашнего ареста, торжественно на сцену вышел. Но если говорить, опять же, о Голунове, это было такое, для меня это было тоже таким, здесь, конечно, это очень такая российская повестка, потому что в России очень редко бывает, когда какие-то акции протеста и общественная, возмущение и, там, не знаю, общественное давление, да, такие главные демократические вот эти силы, они приводят, действительно, к какому-то вот такому позитивному в нейтральном смысле результату, а не, например, к каким-то репрессиям. И в данном случае вот этим оно, наверное, особенно, в том, что был колоссальный резонанс, например, впервые, ну, были такие явные вещи, например, вот этот лозунг «Я, мы», он же стал просто брендом слэш-мемом. Да, потом это было в отношении шамана, который пытался идти. Знаешь, что последнее я видел? «Я, мы, снег». Ну, можно тут тоже объединиться, снега-то нет. Да, и к Латвии, кстати, это относится. «Я, мы, снег». Ну, в общем, вот это вот «Я, мы», это стало таким российской версией «Жесуи», да, то, что было в Париже в свое время, ну, во Франции, потом во всем мире. Вот, и, например, газеты такие главные, деловые, ну, и авторитетные издания газетные российские, РБК, «Ведомости» и «Коммерсанты», они вышли с одной, впервые это случилось, они вышли с одной обложкой «Я, мы» и «Иван Голунов». Ну, ты помнишь, да, вот это «Я, мы» стилизовано было. Вот, поэтому, да, это нельзя обойти, и с точки зрения такого журналистского сообщества это было действительно важно, поэтому не только потому, что это было вот около нас, в России, а это действительно важно, с точки зрения СМИ, как четвертой власти, скажем так. Да, но с точки зрения того, что обобщая эти истории, наверное, можно сказать, что действительно общество, мнение общества может быть услышано, что, собственно, да. Давай звонок сейчас примем, да, выслушаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. А вы знаете, а мне Трамп нравится, в том смысле, что его клюет, клюет со всех сторон, Европа на него начала нападать, и свои там эти, а он делает свою политику, не обращая ни на кого внимания, не так, как наш президент. Вот то, что вызов он войска из Сирии, Афганистана выводит, это не поражение. Он сказал, что он деньги эти будет для Америки, а не для кого-то там чужого. И постоянно он думает об Америке. А наш президент, не знаю, кому он там подчиняется и что думает. А Трамп молодец. Вот сейчас в Сенате он знает, что у него поддержка Конгресса, и он будет дальше делать свои дела. И он сразу сказал, что он будет президент для Америки, а не для сегодня. Спасибо вам, Лариса. Ну, мне кажется, часть американского общества с Ларисой могут не согласиться по поводу Трампа. Я даже слышала такое мнение о том, что ранее журналист, опять же, обозревала события, как раз итоги года подводила, которая сейчас как раз работает в Америке, и говорила она о том, что, если ранее доверие к спецслужбам в Америке, оно было невелико, то теперь, поскольку Трамп спецслужбам не очень доверяет, спецслужбам теперь, ну, то есть, напротив, как раз стали доверять люди, чтобы, знаешь, так в... Одно можно сказать про Америку, наверное, то, что... Хотя вот то, что в этом году, кстати, немножко изменилось, и с импичменом в том числе это связано, но то, что в Америке традиционно внутренняя политика, она была всегда значительно выше внешней. То есть, в Америке в большей степени повестка была обращена именно вовнутрь. Если, например, сравнивать с другими странами, с той же Россией, в России обычно, наоборот, внешняя преобладала на политическом уровне, на каком-то риторическом. Вот в Америке. Но сейчас, да, вот импичмент, он уже связан и с этим российским влиянием, так называемым, и с попыткой якобы давления Трампа на Зеленского, чтобы своего конкурента... Расшифровка этих переговоров. Да, это уже такие внешние истории. Ну, давай к следующему, наверное, перейдем. А, у нас тут, кстати, сообщение появилось в WhatsApp. Да, что нам пишут? Слушатель запомнился Цукерберг в костюме. Вот я думал, что имеется в виду? Я думаю, что это имеется в виду, как это было? Это был разговор знаменитого Цукерберга на фоне скандала с Фейсбуком, с утечкой данных. Да, вот вообще Фейсбук череда скандалов преследует. Это тоже стоит упомянуть. В этом году их тоже было очень много. И когда он разговаривал с сенаторами, это, конечно, был разговор, который... Он был такой на грани драмы и комедии. Потому что Цукерберга, все знают, знаете, тут есть мем, что Цукерберг робот, потому что он всегда разговаривает очень так четко, абсолютно безэмоционально, очень четко отвечает на вопросы. И сенаторы задавали такие важные, они хотели разобраться в сути работы Фейсбука, и задавали такие важные, но в то же время очень детские вопросы. Ты знаешь, как вот разговор, не знаю, там, внука, который сидит днями в планшете, например, с кем-то из пра, там, не знаю, с бабушкой или с дедушкой, да, и объясняют, как работает интернет. Вот там примерно было то же самое. То есть там были такие перлы вроде как, расскажите, а как вы зарабатываете? И Цукерберг так задумывается, говорит, уважаемый сенатор, мы занимаемся рекламой. Ну, такие довольно смешные вещи. Ну, и да, действительно, он очень так еще выразительно выглядел в костюме. Да, я согласен с нашим слушателем, что это действительно один из запоминающихся моментов 19-го года. Да, протесты в Гонконге у нас следующие. Нет, Гонконг, подожди, подожди, Гонконг у нас, как я вижу, 20%, а если мы идем по… Тогда какая наша? У тебя как там будет? У меня, видимо, может быть данные. Вообще у меня политический кризис в Венесуэле идет дальше. То есть я так, а у меня как раз политический кризис занимает не очень высокую позицию. А, ну, я смотрел вчера, может быть за сутки изменились… Может быть, что-то какие-то изменения, да. Ну, мы можем обсудить и Гонконг, да, конечно. Ну, давай начнем с Гонконга тогда, да? Вторая наша новость, событие главное, которое мы выбрали. Массовые акции протеста охватили Гонконг они с прошлого лета, если я не ошибаюсь, да, это с минувшего лета, да. И протесты, они уже вышли такие за пределы, наверное, привычных рамок, было много шествий, митингов, выходные дни, превратились они такие в ежедневные столкновения. Власти Гонконга, кстати, действовали довольно жестко в отношении протестующих. Полиция активно применяла и слезоточивый газ, и резиновые пули. Массовые аресты были всех тех, кто оказывался на улицах во время протеста. За пять месяцев задержали около четырех с половиной тысяч человек. Действия, опять же, протестующих, они также были довольно жесткие, они закидывали полицейских камнями, там активно использовали коктейли Молотова, как известно, они борются с китайским присутствием, так называемым, в городе, то есть сотни тысяч человек, они участвуют в массовых акциях протеста, выступают против законопроекта об экстрадиции. Да, была причина того, что хотели ввести законопроект, ну, там надо понимать, опять же, как это все работает, Гонконг – это такая автономия, то есть лозунг в Китае – одна страна – две системы. Есть Китай, который таким больше, ну, как бы сказать, авторитарным, что ли, является. Есть Гонконг, который исторически колония, значит, британская и абсолютно автономная, демократический такой регион, и в том числе между Гонконгом и материковым Китаем не действует закон об экстрадиции. И Китай захотел это дело, значит, исправить, чтобы людей, которые преследуются и находятся в Гонконге, их можно было выдавать, и многих из них, как представляется, ожидала смертная казнь, потому что она замечательно действует, в кавычках «замечательно» действует в Китае. Применяется. Собственно, это всё и раскрутило, да, вот эти протесты. Мне вообще, я сейчас посмотрел, всё-таки с процентами чуть-чуть напутали, вообще второе место занимает это. А антиправительные протесты в Гонконге наберёт 18%. Второе место. Это второе место. Ну, чуть-чуть, мы сейчас вернёмся, да. Мне удивительно было, на самом деле, что наши читатели и слушатели проголосовали за это как за второе место, потому что, казалось бы, где мы, где Гонконг? Вот мне вот это интересно, как феномен. То есть, всё-таки причины, я здесь вижу две. Одна такая малая, другая крупная. Наверное, малая заключается, наверное, в том, что парадоксальным образом протесты в Гонконге оказались связаны с Латвией, конкретно с Латвией, точнее, со странами Балтии. Почему? Знаешь, почему? Потому что именно Балтийский путь, о котором мы говорили, 30-летие, которое мы праздновали, он вдохновил протестующих в Гонконге на аналогичную акцию. Да, об этом мы тоже сообщали. Да, мы очень много об этом писали, то есть писали, и китайские СМИ об этом сами писали, что прошла вот точно такая же акция. А второй момент, как мне кажется, что вот на фоне других акций протеста гонконгская была очень такая медийная, и она была такая зрелищная очень. Мне кажется, что, знаешь, когда речь идёт о базе, она такая наиболее для нас экзотическая, далёкая, для европейцев, скажем так, да, и все эти фотографии, они действительно будоражат сознание, когда ты видишь вот этих людей, они все были ещё в таких масках, знаешь, как часто в Китае, в Японии ходят, на фоне каких-то вот таких, как будто из антиутопического будущего, да, небоскрёбов. То есть эти фотографии, они отличались, мне кажется, радикально от того, что мы видели, ну, на акциях протестов в той же Венесуэле, которую мы обсудим. Вот что-то такое было, какая-то невероятная медийность, киношность. Да, то, что привлекало. Ну да, и как-то это было, действительно, смотришь, как будто смотришь какое-то антиутопичное кино из будущего, где люди борются уже с какими-то машинами, да, то есть я вот это так для себя, наверное, объяснил. Ну, я не знаю, чем тебе ещё запомнилась Гонконг именно? Ну, там ещё история была, мне кажется, там с таким центром сопротивления, там стали университеты Гонконга, насколько я поняла, конфликт там обострился после гибели студента, то есть этот парень погиб, как считается, он упал с многоуровневой парковки, потому что за ним преследовали полицейские его, потом они там стреляли ещё в упор ещё в одного студента, да, но потребовалась сложная операция, удалили ему почку, часть лёгкого, то есть там такие были… Там было всё трагично, действительно. Очень трагично там было, да, такая, опять же, неоправданная та же, вот о чём мы с тобой говорили, неоправданная жестокость со стороны силовиков, это тоже, опять же, тема, это такой феномен, наверное, 2019 года, который особенно высветлен именно вот этот год, но мы можем, опять же, посмотреть на то, что происходило в Москве в том числе и вот обсудить это, да, но чуть позже мы вернёмся. Да, сейчас буквально короткую рекламу прервёмся, оставайтесь с нами, главные события года, которые выбрали вы сами, мы обсудим в ближайшие полчаса. Да, обсуждаем мировые события, Анна Смирнова, Андрей Лешкевич, звукорежиссёр Евгений Копеин, ждём ваших звонков. Самые главные события года, пятёрку мы вынесли в наш опрос, пошли вот по местам, но немножко сбились, ну, в общем, обсудили арест Ивана Голунова, журналиста «Медузы» и последующие акции протеста, и обсудили политический кризис в Гонконге, сейчас к ещё одному экзотическому политическому кризису для нас, экзотическому переходим, это Венесуэла, где тоже было горячо. Да, как мы уже говорили, главный феномен уходящего года – массовый протест, причём как на трёх континентах они вспыхнули, протесты, это Эквадор, там были протесты Венесуэлы, Боливия, Каталония, известно, да, Ливан, Грузия, Ирак, Иран, о чём я вспоминала сегодня, Индия, Гонконг, Франция с жёлтыми жилетами, да, то есть это всё у нас… Да, жёлтые жилеты в этом году были, в этом году были уже, как бы, по инерции другие… Ну, продолжение жёлтых жилеток, да. Продолжение, да, жёлтые жилеты, кажется, в прошлом были, ну да, но неважно. Одно из таких событий, да, которые мы номинировали в нашем голосовании – политический кризис в Венесуэле, который в том числе сопровождался и массовыми акциями протеста, и сейчас фактически два президента в Венесуэле, если так говорить, двоевластия, да, там действующий Николас Мадур. Всё началось с того, что Николас Мадур, ну, не многолетний, но он многолетний политик, скажем так, он был, если не ошибаюсь, министром внутренних дел в правительстве Угачавеса, при президентстве Угачавеса, и сам возглавил страну, и вот сейчас Николас Мадур был избран в этом году на второй срок, на фоне, конечно, скандалов, и во время его инаугурации начались вот те самые акции протеста. Опять же, Венесуэла, хочется сказать, где мы, где Венесуэла, это очень внутренняя история, об этом можно целый эфир говорить, но всё это происходило на фоне экономического кризиса, в Венесуэле безумная инфляция, увеличение цен на топливо, короче, всего того, что обычно приводит к акциям протеста. А я напомню, что Венесуэла на минуточку нефтяная держава. Да, и как раз президента Николаса Мадуро обвиняют в том, что он довёл богатую нефтью страну до кризиса такого эпического масштаба, да, ну, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом Венесуэла, какой самопровозглашённый. Да, буквально очень скоро на фоне, да. И вот здесь... Ну, его признал Евросоюз, его признала группа американских стран, но США, опять же, против экспорта венесуэльской нефти ввели жёсткие санкции, да, там ещё говорили о каком-то военном даже вторжении, были такие разговоры. Такие, наверное, крупномасштабные акции протеста начались в апреле, если я не ошибаюсь, да? Весной, да. Весной, да. И они ежедневно, эти митинги также собирали тысячи людей, и людям было против чего протестовать, причём там были и те, кто симпатизирует оппозиции, и те, кто симпатизирует Николасу Мадуро, ну, да, действующему президенту. И, опять же, сотни тысяч пострадавших, арестованных также в ходе... Примем звонок, ещё про Мадуро скажем пару слов про Минесуэлу. Доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. Ну, совершенно правильно отметили, что волна протестов катится по всему миру. Я бы не стал акцентировать внимание здесь на Москве. То есть, это свидетельствует об общей, общем кризисе всей капиталистической системы. Но в этой системе, так сказать, я бы, конечно, выделил Россию на фоне благоприятных, так сказать, макроэкономических показателей, как здесь уже отмечали некоторые, то есть, это показатели макроэкономические, это как бальзам на душу Международному Валютному фонду. А вот что касается, так сказать, если вникнуть в суть проблемы во внутренней, то, к сожалению, так сказать, очень печальные результаты. По северному потоку, так сказать, Россия играла-играла, с Боливией сдала ее, так сказать, и проиграла. Три миллиарда в Украине 20% скостило газ на Украину. Сейчас европейский газ тоже будет, цена так снижена. А вот внутренние цены повысятся. Ну а события года для вас, вот что вы выделяете главным событием, что считаете? А главное событие, я считаю, что Ушаков и Америкс проголосовали в Европарламенте за то, чтобы приравнять ответственность развязывание Второй мировой войны одинаковое, как Германии, так и Советского Союза. Это чрезвычайно важное событие. Да, спасибо. Оно переносится, так сказать, на Россию. Спасибо, да. Спасибо вам. Будут наши коллеги еще обозревать события латвийские. Да, 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 это обязательно будет, ну, понятно, история вообще с Ушаковым и вся эта история, я даже не знаю, как это все собрать воедино, но, в общем, вы понимаете, о чем это называется, да. В общем, поговорим о происходящем в Латвии. В Венесуэле, просто коротко, чтобы успеть все, я скажу две вещи, которые мне показались важными в этой истории. Первое, вот то, что ты упомянула о поддержке. Когда начался кризис в Венесуэле, страны стали занимать позиции, скажем так, и вот эти позиции показали, там, для меня лично, что за 50-летней, как минимум, давности, по сути, ничего не изменилось, потому что самопровозглашенного президента, да, назовем его оппозиционера-демократа, да, его поддержали США, Евросоюз, почти вся, кстати, Южная Америка, что интересно, кроме Мексики, Австралия, Израиль, ну и другие страны. Мадуро, человек, который, да, ну, законный президент, назовем его так, легитимный, поддержали Россию, Китай, Боливия, Куба, Мексика, Никарагуа. То есть, вот мир, вот это разделение мира, оно, мне кажется, каким было, ну, вот со времен еще СССР, может быть, Холодной войны, оно примерно таким осталось. Это подтверждается регулярно, ввиду каких-то расколов таких, это все. Да, вот они просто это все демонстрируют лишний раз, да. И второе, что мне очень интересно, что сейчас двоевластие, и очень много нарисуется сценариев, и в чем основной как бы козырь и сила Мадуро, в том, что на его стороне армия. И вот мне, я когда думал об этой истории, как-то мне так представилось, что действительно армия, вот в такие моменты, ты понимаешь, насколько большой роль играет армия, потому что именно то, что армия на его стороне, она не переходит, а бывают случаи разные, военные перевороты и так далее, что они сохраняют вот сторону Мадуро, это является его силой. Вот, и после, на фоне этой истории становится более понятно, почему страны, в том числе наша страна, то, что вызывает возмущение часто и даже иногда справедливо по поводу трат, да, на армию, но почему все-таки так много тратится, потому что армия вот в такие моменты это основа, это основа всего, можно сказать, да, и стабильности, и прочего. Ну, надо сказать, что там, да, мы говорим все-таки там о политическом кризисе, в начале марта там все остались без света, если ты помнишь, там было такое отключение, хотя как раз власти, то есть Мадуро говорила о том, что это какая-то кибератака была осуществлена на ГЭС, там, да, без электроснабжения на протяжении там нескольких суток оставались и социальные объекты, и транспорт, и связь там работала с перебоями, и вот за время этого блокаута погибли более 20 человек, то есть там дальше в том числе начались проблемы с грабежами, да, то есть спровоцировало отсутствие опять же света, проблемы с водоснабжением, они есть и сейчас, насколько известно. То есть какое-то варварство, да, мародерство. Да, ну и, собственно, вот это вот все так, скажем так, обнажило, глава парламентской комиссии по финансам Рафаэль Гусман, он сказал, что Венесуэла, ты уже упоминал об этом, стала одной из стран с самым высоким уровнем инфляции в истории, ну, по его мнению, я сейчас процитирую даже, те, кто узурпирует власть, они предлагают решения для выхода из кризиса. Вот о решении, да, пока не говорится, пока что там все это все еще в таком болезненном состоянии. На еще одну интересную историю, я хотел в рамках Гонконга сказать, но вот это перекликается, рифмуется, в принципе, с Венесуэлой, то, что как власти Китая на фоне, да, протеста в Гонконге, так и власть, то есть, ну, правительство, руководство Мадуро в определенный момент, в какую-то вот точку, в определенную точку кипения сделали, по сути, ну, в разной форме одно и то же заявление. Заявление заключалось в том, что это все рука США. Вот это мне очень нравится, на самом деле. При том, что, опять же, сейчас я не хочу вдаваться по домусти. А тут руку Кремля и тут руку США. Да, вот это вот иностранное влияние, именно вот этот поиск врагов, ну, и, как правило, это действительно либо это обычно Кремль, либо США, вот эти две… Ну, это сверхдержавы. Сверх, ну, сейчас это уже формально не сверхдержавы, но так или иначе, да. Два вот таких центра влияния. Вот это всегда интересно, когда на улице выходят сотни тысяч людей, и мне просто вот, как, я не знаю, как-то интересно, это как феномен, что… и указывается на то, что это все рука США. Вот мне интересно, как, что, каким образом должно быть осуществляться влияние, например, со стороны США, чтобы на улице вышли сотни тысяч людей. Вот это уже такая фобия, действительно такая интересная очень. Знаешь, что мне еще напомнило в России недавнюю историю, когда, ты, наверное, знаешь, когда из выступления группы B2 вырезали слово «протест» из песни, ты знаешь, дай эту историю. Вот это меня дает чем-то вот таким, знаешь, когда ты уже мыслишь так, что слово «протест» в песне, в песне B2, оно может привести к тому, что люди услышат слово «протест» и такие, о, слово «протест», нужно идти на улице, ну, как бы, как это работает? Ну, якобы такая манипуляция. Ну, вроде того, да, но вот это очень такое интересно, потому что вот в двух этих очень важных мировых историях была одна и та же, вот один и тот же риторический прием – это все оттуда, это все западное влияние. Да, пагубное влияние запада. Пагубное влияние. Ну, что, переходим. Кстати, еще о трендах хотела я сказать в контексте вот Хуану Гуайдо, один из таких, он видных политических деятелей, сегодня у нас один из экспертов тоже это отмечал, что интересная такая тенденция о моде, хочу сказать, о моде политиков оппозиционных, в том числе, если можно так выразиться, это подкатанные рукава на рубашке, то есть, условно, Зеленский, президент Украины, он с подкатанными рукавами появляется не в чопорном костюме, понимаешь, в таком прям серьезном. Сейчас где-то загустил Дмитрий Анатольевич Медведев, который делал это еще в 2008-м. Да, подкатал. Ну, в общем, Зеленский, Хуан Гуайдо, который также появляется с подкатанными рукавами. Канадского премьера можно вспомнить. И, кстати, оппозиционер известный Алексей Навальный также появляется с подкатанными рукавами тоже. Вот такой тренд нового поколения политиков, можно так сказать. Да, но о новом поколении, кстати, мы о новом поколении сейчас конкретно поговорим, о новом поколении политиков тоже призываем звонить и высказываться, тем более, что сейчас самая скандальная и самая обсуждаемая тема этого года и обсуждаемая личность этого года – это, хочешь сказать, да, бедная Грета Тунберг, на которую обрушилось все. И безумная слава, и безумный хейт, и все, что можно. Давайте примем звонок и потом как раз прогрессу поговорим. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Я извиняюсь, вы говорите про Хуан Гуайдо. А где он сейчас? Вот Латвия признала Хуана Гуайдо, по-моему, да? Европа признала Хуана Гуайдо. Он в Венесуэле, как минимум. Это вы так думаете, что он в Венесуэле. На самом деле он исчез, и в последние сведения он тусовался на границе с Колумбией, с колумбийскими наркобаронами. Ну, это я не знаю. То есть, вот эта информация последняя. Поняли. Спасибо, спасибо. То есть, он никакого сейчас влияния абсолютно не оказывает. По сути, Евросоюз поддержал человека, связанного с наркокартелем. Окей, спасибо. Ну, достоверной информации об этом нет. Да, я думаю, что это больше похоже на такую теорию заговора все-таки. Но мы будем в том числе следить за развития событий в Венесуэле. Ну что, Грета Тундер, всем, кто был в танке в этом году, я напомню, что Грета выступила на саммите по климату ООН с, мягко говоря, такой пламенной речью, резонансной, на которой она произнесла знаменитую фразу «How dare you?», вы отобрали у меня детство. В общем, Грета – это экоактивист, мне странно, что я это говорю, потому что я думаю, что все. Судя по интернету, я думаю, про Грету знает просто каждый. Экоактивист, 16-летняя, может быть, кстати, ей уже 17 исполнилось, я не помню, когда она недорожде. Ну, когда она начинала свои эко-протесты, ей было 16 лет. Да, очень влиятельный человек, признанный Человеком года повершения журнала «Тайм», в общем, спровоцировавший вот эти вот «Fridays for Future» протесты, которые в Латвии в том числе проходят. Да, были у нас последователи, в том числе в нашей студии были как раз активисты молодые. Ну, да, и они проводят эти пятницы. Ну, в общем, да, опять же, тут много чего можно сказать, даже не знаю, с чего начать. Я, наверное, начну с того, что Грета не первая, многие знают, что она не первая, скажем так, подросток-активист, который вызвал такой глобальный резонанс. В советское время, да, это была. Естественно, Саванту Смит, в первую очередь, конечно, которая в 1982 году, будучи 10-летней американкой, написала письмо генсеку Юрию Андропову о своих переживаниях, в отношении вот ядерного противостояния, возможно, ядерной войны. Впоследствии она слетала даже в СССР и трагически погибла в 13 лет, если не ошибаюсь, в авиакатастрофе. Вот. И в том числе еще вспоминается о том, что в 2014 году Нобелевскую премию получила пакистанская правозащитница Малала Юсуф Зай. На тот момент ей было 17 лет. Она вела блог, в котором рассказывала о режиме в Пакистане, выступала за образование для женщин и даже чуть не погибла от рук террористов. В общем, к тому, что не надо думать, что Грета вот даже по своим вот этим формальным признакам подросток, который ведет за собой толпу и который вызывает такой резонанс, это не первый случай. Ну, Грета гремит, да, в любом случае. И разные оценки по поводу нее. Мягко говоря. Говорили, да, уже. Кто-то говорит, что за ней стоят какие-то политические силы, что она занимается популизмом, продвигая свои идеи. Идеи, вернее, не свои, а идеи заинтересованных взрослых, да, то есть ей манипулирует. Кто-то откровенно ее ненавидит, эту ненависть всячески подогрела в том числе ее победа, присвоенная журналом «Тайм», «Человек года». Также ее номинировали на Нобелевскую премию мира. Это, ну, на мой взгляд, она все-таки сделала одну такую очень, можно по-разному относиться к действиям, наверное, да, причем Грета не претендует на звание экспертов, причем многие ее осуждают, говорят, что она не предлагает никаких действий, она призывает к тому, чтобы эксперты как раз больше об этом говорили, диалогу в том числе. И она обратила внимание на всего мира, на эту ситуацию с климатом, то есть если до этого мнение… И наша зима показывает, что Грета была права. Да, можно сказать, очевидный такой факт глобального потепления, наш теплый декабрь за окном в Латвии. Сегодня плюс 7. Я хочу сказать, что для меня, вот я так тоже об этом думал, про Грету, мне кажется, что вот этот феномен Греты и сама ее образ, он стал такой, как лакмусовой бумажки, который больше сказал не про нее саму, а вот про нас всех. Потому что я, как и многие, перечитал просто тонну комментариев и дискуссий, просто пены вот этой вот от рта, исходящей по поводу Греты. И в одном и в другом лагере наблюдается, ну, может быть, не превалирует, но наблюдается. Вот действительно неадекватности там хватает. Причем, я говорю, как с одной стороны, которую возвели Грету… Икону такую сделали из нее, да. Икону, идол и кумир абсолютно, и защищают ее по всем параметрам и готовы там верить ей на слово и так далее. И говорят, что она чуть ли не мессия, да. И с другой стороны, особенно это выразительно, которые оскорбляют Грету там, на чем свет стоит, да, называют ее просто разными неприличными словами, постоянно указывают на ее болезнь. Это тоже не очень адекватно. У меня еще одну проблему, как раз это пренебрежительное отношение, в том числе, ну, в российском сегменте я, например, тоже часто могу наблюдать, это пренебрежительное отношение к особенным людям, что якобы вот, ну, что там они условно… Да, казалось, что мы пережили уже это. Да, мы не можем прислушиваться, так к ним пусть себе молчат. Вот это вот, конечно, пережиток такой прошлого, он начинает сейчас всплывать, в том числе… Да, поэтому я говорю, я больше узнал не про Грету, я больше узнал про людей, вот часто с кем, с кем, например, общаются в жизни, я смотрю, ничего себе, какие у человека мысли в голове. Потому что вот на Грете он как будто бы себя проявил и раскрыл, да, вот для меня это было важно. Но еще два момента, на которые я в контексте Грета хочу сказать, то, что Грета, если говорить о тенденциях прошедшего года и десятилетия, это два момента. Первый – это вот такое уже закоренелое интернет-мышление всех нас, ну, такое глобальное мышление. К чему я говорю, опять же, это связано вот с этими интернет-срачами, давайте назовем это как есть, да, то, что люди готовы, там, не знаю, взять оружие в руки и биться за вот идеи Греты или там анти-Греты, да, и при этом люди могут быть безразличны к тому, что, не знаю, у них в подъезде просто там, да, справляется малая нужда и лифт не работает. Вот знаешь, вот это вот уже такой интернет-глобальное мышление захватило людей. Разруха в головах. Ну, можно, наверное, и так сказать, да. То есть, вот, действительно, вот какие-то глобальные идеи, чей Крым, значит, паровали Грета, Трамп, вот это всё просто обсуждается, а какие-то локальные истории, они вообще не обсуждаются, которые, казалось бы, намного важнее. Они просто-таки и влияют, в том числе, на то, на качество нашей жизни. А второй момент, который мы недавно обсуждали, феномен нового премьер-министра Финляндии Санна Марина, она тоже, кстати, это одно из событий года, оно просто совсем недавно произошло, ещё не успела так вот настояться. Ну, ты в курсе, да, то есть… Да, я знаю, что она… Она стала премьер-министром, 34-летним и самым молодым главой правительства в мире на сегодняшний день. И ещё удивительно, что она… Удивительно для нас, это удивительно, может, для нашего общества, но родилась она в гомосексуальной паре, то есть её воспитали. Не родилась, воспитали, она родилась, ну, у неё были и папа, и мама, то есть просто родители развелись и её мама стала… предпочла женщину, скажем так, так там было. Вот, и правительство Финляндии, оно сейчас очень такое удивительное, там на всех ключевых постах женщины, причём молодые исключительно, 32-35 лет. Вот, и просто в этой связи я читал интересное мнение такого психолога, что сейчас постепенно, вот если говорить о поколениях, опять же, во многих странах к власти приходят, вот, ну, назовём их миллениалы, все по-разному это понимают, но примерно вот те, кто родился в 80-е, 90-е годы, и это люди, которые… у них голова работает немножко иначе, точнее, даже сильно иначе, потому что они выросли в намного более стабильных условиях, чем, например, если говорить про поствоенное, тем более военное поколение, ну, поствоенное, да, в других ценностях они окружены заботой, и в связи с этим их голова, их как-то, ну, они сами по себе больше свойственно, им свойственно больше размышлять на какие-то более такие высокие материи, понимаешь, да, на более глобальные какие-то темы, отсюда очень много вот в этом тренде таких топиков, как экоактивизм, защита, правозащитные различные движения, вот, и в том числе вот Санна Марина тоже много об этом говорит, есть такое вот ещё, такое мнение, что сейчас приходит просто новое поколение молодых политиков, им более свойственны вот эти не армейские, не какие-то вот эти милитарные темы, а вот такие, ну вот, давай примем звонок, да, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, ну, во-первых, с Новым годом, вы для меня, вот, Андрей, Анна, люди приятные, поэтому в Новом году пускай будет меньше огорчения и больше радости, да. Ну, Андрей, вас немножко несёт сегодня с утра настроение у вас такое игривое, да, по вашим фразам, по вашим фразам, вот, как связаны сотни тысяч выходящих там и, значит, с кем-то центрами силы, но напрямую связаны, ну, если отодвинуть в сторону, на солнце люди живут и без солнца, активность разная, но кто платит, тот заказывает музыку, то есть, как-то странно ваша фраза. И вторая ваша фраза, значит, армия решает всё, или, как вы сказали, армия... Многое, многое решает, да. Да, 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 у нас в Латвии она решает только, влияет на благосостояние высшего и среднего армейского чиновничества, то есть, там, в Южной Америке, на Ближнем Востоке, конечно, армия решает всё. У нас ничего, кроме, ещё раз повторю, значит, обеспечения очень хорошего, очень сытного, просто чрезмерно сытного вот этого чиновничества. У нас, если вы в курсе, финансирование президентских, все эти, значит, затраты, это идёт через Министерство обороны. Поэтому в аэромике Фрейберга, уходя, уходя, значит, поста просто по 70 тысяч, по 70 тысяч с барского плеча, значит, главе канцелярии Пилдыговичу и Ружко. Понимаете? Да, 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 спасибо. Владимир, ну да, говорим мы сегодня об итогах года, может быть, выберите какое-то событие, которое для вас стало. Однозначно, Анна, мне всегда приятно, что вы мне ещё вопрос задаёте. Вот тут и так вот, значит, да, да, да. Однозначно событие, которое влияет на Латвию, вот Александр с Россией, ну, задолбал. Задолбал. Ну всё, давай так, Владимир, давайте без задолбал сегодня. Да, 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 да. Да, хорошо, да, да, ну я просто, зачем нам, Боливия, Россия, Латвия, и однозначно для нас длинную, стратегически вот это вот, то, что сказали в первой части, сейчас, значит, война, виновники войны, значит, те и эти, Путин высказался в адрес, значит, кого он там назвал, сволочами и свиньями, ну, чтобы Путин такое говорил. Ну, это польский, 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 это Владимир, да, да, да. Событие, в общем, скажите одно, пожалуйста. Вот это событие, которое сейчас переоценивается, оно конкретно будет влиять на всю геополитику и на нас с вами, в прямом выражении. Да, спасибо, Владимир, у нас ограничено с мало времени, да, про Грету мы поговорили. Главное событие года выбранное… Ситуация перегрета, кстати, перегрета. О, вот это, вот он, каламбур долгожданный. Значит, событие, которое нашли, что и читатели выбрали главным, 45, если не ошибаюсь, уже 47%, ну, половина, скажем, проголосовали, это избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины. Ну, довольно справедливо, я считаю, особенно в контексте нас, это действительно тут недалеко и большое влияние тоже оказывает, по крайней мере, какое-то такое мысленное… Да, ну что… Ну, много за этот период было сказано по поводу Зеленского, да, если так, и многие его… а многие обыватели и политические эксперты называли его так уничижительно, ну, то, что он… Клоуном его называли. Клоуном его называли, комиком в уничижительном смысле, он же сказал, что он простой человек, который пришел сломать систему на втором туре, он сказал выборов, и, собственно, начал какие-то действия делать, он распустил Раду, скажем так, на первых парах он сразу ее распустил, потом регулярно он уволил, он почти всех губернаторов уволил, и регулярно они с командой, команда продолжает публиковать ролики, где он так открыто, чуть ли не в прямом эфире увольняет различных чиновников, но один из главных постулатов его предвыборной кампании борьба с коррупцией, поэтому он активно это старается пропагандировать, в том числе с помощью интернета, о чем мы с тобой, кстати, говорили, о его силе. Сегодня также был обмен пленными, кстати, при Зеленском осуществлен. Вот я хотел сказать, да. Да, такое важное событие, и причем высокий достаточно рейтинг сохраняется у Зеленского, он его не потерял, было такое определенное падение, но вот сейчас, согласно последним опросам, 62% украинцев поддерживает президента. Это, кстати, важно, потому что, вот как показывает эта украинская история, особенно на Петре Порошенко, это очень ярко было, ну, мягко говоря, да, сейчас Украина. Такая кардиограмма, скажем так. Да, Украина просто известный период сейчас переживает, да, мы тут не будем говорить, под каким знаком десятилетие прошло, особенно последние шесть лет, но вот у Порошенко было так, да, что действительно он от невероятно высоких рейтингов в первый год опустился до невероятно низких рейтингов. Это, конечно, Зеленский, пока что он вот у власти очень короткий срок, все покажет, ну, следующий год, я думаю, покажет многое, как минимум. И действительно, говоря о нем, тут надо делить, вот есть эта история такая политологическая, стратегическая, очень серьезная, особенно того, что касается войны, вот обмен пленами, как ты сказал, действительно в эти дни все происходит, была встреча в нормандском формате, это все, конечно, отдельная история. Но если говорить, опять же, о феномене мы говорим все-таки в целом, да, вот такое общественное впечатление. Меня, конечно, просто поразила, действительно поразила предвыборная кампания вся, и вся вот этот процесс избрания, собственно, и политической борьбы. Я всегда знал, что Украина каким-то удивительным образом является вот на постсоветском пространстве лидером в том, что называется шоу, это просто касается элементарного телевидения, вот шоу-бизнеса, Украина всегда была впереди. Самые яркие шоу, самые яркие артисты, тот же Зеленский, юмористы и так далее. Но вот то, что происходило, я не знаю, сейчас как вспомнить, это действительно такая история. Все эти ролики, в которых Зеленский идет по коридору, обращается к Порошенко и выходит на стадион и говорит, я приглашаю вас на стадион, и говорит в конце, думайте. Те. Это было так ярко. Потом Порошенко, эти ролики, где грузовик сбивает Зеленского, это просто скандальный абсолютно ролик, да. Затем эти дебаты на Олимпийском, ты помнишь это вообще? Дебаты на стадионе Олимпийский. Я помню, как Порошенко приехал, как раз буквально, то есть журналисты не были предупреждены об этом, Порошенко приехал как раз на телевидении и сказал, вот давайте прямо сейчас начинаем дебаты, и они начали. То есть это все очень оперативно было. Да, на канал 1 плюс 1 он приходил, кстати, врывался. Ну, в общем, вот. Да, ну вот. Кстати, канал, это канал Игоря Коломойского, связь с Зеленским упреписывают активно. Но это скорее больше такие теории заговора все-таки. Да, про самое главное событие поговорили очень коротко и не упомянули другие, но у нас очень много рубрик впереди еще, в которых будет упомянуто… Да, наши коллеги в том числе, мы поговорим еще и о катастрофах, которые были таких мощных. Собственно, я остаюсь в студии, и следующий час будет посвящен спорту, и вот, например, скандал с ВАДа допинговый, это, конечно, событие года, он перетекает у нас в следующий час, и о многом другом мы тоже поговорим. Культурные темы будут затронуты, фильмы «Чернобыль», «Игры престолов», «Джокер». Да, обо всем поговорим. Вы, кстати, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь, дополняйте выбранные нами темы, своими темами, что вы считаете главным мировым событием, почему, что особенно вам запомнилось за этот год. Звоните нам в следующем. Спасибо, мы с Аней чокаемся и прощаемся на перерыв. Да, мы чокаемся и до встречи. До встречи. С наступающим.